Обманули или ввели в заблуждение. Так считают жильцы квартала две эпохи. Все они выбирали квартиры здесь, в том числе из-за собственной газовой котельной. Сейчас есть опасения, что скоро их могут лишить в такого комфорта. В наши общедомовые чаты просочилась информация о том, что собственник газовой котельной решил ликвидировать эту котельную, продать ее. Сибирская генерирующая компания на своем сайте разместили информацию, что да, действительно у них в 2024 году запланировано технологическое подключение нашего жилого комплекса на тепловые центральные сети и ликвидацию газовой котельной. К такому повороту жильцы были не готовы. У нас, во-первых, никогда не было перебоев ни с отоплением, ни с водой. А когда городское подключение, нас просто обманули, когда предлагали эти все условия. Правда, позже на сайте СГК информация о котельной двух эпох исчезла. Оказалось, она была преждевременной. Владельцем котельной является застройщик ЖК «Две эпохи. Строительная перспектива». Застройщик обратился в сибирскую генерирующую компанию для рассмотрения возможности передачи указанной котельной в аренду. На сегодняшний день ведутся переговоры. И, по словам застройщика, никто никого не обманывал. В проектной декларации объекта котельная не значится жилым имуществом. А продать ее он решил, так как с существующим тарифом в 2170 рублей это экономически невыгодно. В целом за пять лет я заработал миллион сто. Но этих денег не хватит не то, что на ремонт со временем накопить какую-то сумму, да, и на обслуживание сетей. Есть такое понимание, как гарантирующий поставщик, коим я являюсь, и глядя на все вот эти перипетии, которые этой зимой в Подмосковье, в Новосибирске с заморозкой домов происходили. Учитывая такие экономические результаты, мне совсем не интересно иметь такой бизнес. У управляющей компании должна быть техническая документация. Когда они принимали жилой дом на обслуживание, то, естественно, в ГИС ЖКХ обводятся все данные по общедомовому имуществу. Если она не передавалась и застройщик построил для себя, ну пусть тогда проектную документацию предоставит именно на котельную застройщик, что он строил эту котельную для себя, как свою собственность, за счет своих денежных средств. В противном случае жильцы, если захотят, будут вправе взять котельную под свое обслуживание. Правда, это повлечет финансовые издержки. Если же котельная действительно не относится к общедомовому, застройщик может ее продать. Но вряд ли ее ликвидируют. За последние пару лет СГК не переводила новые дома, запитанные от локальных газовых котельных, на центральное теплоснабжение. Сейчас люди ждут ответов от СГК и застройщика и уверены, что ситуацию еще можно разрешить. Нет денег на обслуживание, ну поднимите тариф немножко. Мы как бы не отказываемся платить. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Расположение...